самый старый город советского союза самый старый город европы начинаем свой рассказ о нем путешествие дерева сегодня въехали сюда маленько отдохнули сейчас пойдем гулять вечер нам улочкам и здесь говорят в тихую спокойную погоду особенно по утрам можно рад увидеть завтра посмотрим а сейчас пойдем по центру пройдемся город интересный здесь как-то пересекаются такие богатые европейские архитектурные истории вместе с недостроем еще советских времен но в центре все очень-очень цивил стильно вечерний ереван вышли мы на прогулку очень много кафе больших маленьких идем гуляем выбираем где отдохнуть вечером ереван становится в огнях еще более красивый не видно недостроев видно только то что светится например кофейный аромат ой аппарат идем по пушкинской как простой только здесь улица пушкин это свит с френч макарон смузи тема с тортиками здесь очень развита как это называется где торты делают кулинарии да вот они таких вот белые кулинарные штуки они практически во всех городках в ирване на каждом шагу очень много кафе очень много быстрого питания сейчас мы идем который нас ждет настоящее лебединозеро смотрите какие бутылочки стандартное кафе супчики 600 900 до 1000 рублей то есть это до 1000 драмов это около 100 рублей чуть побольше салатики 1300 до кстати очень недорого стейк 2 500 ну надо считать что один к восьми где-то считать 1 рубль это 8 драм такие цены хашлама 2 500 шашлык 2 500 и скалок 1600 мы как не кушать заказали шоколадный коктейль 2 кофе коньяк заказали сейчас принесут коньяк стоит 950 грамм 50 грамм это где-то 150 рублей рублей кольера старается не просил шоколадный шоколадный коктейль поэтому простраивать написан мелодия вот но мы здесь только попить немножко потому что сейчас маленько отдохнули в номер идем сейчас попутешествуем дай потом поужинаем все это находится рядом с площадью свободы мы по этой улице хотели идти до каскада и вот увидели эти красивые огоньки зашли сюда сейчас посидим вот он увидел он увидел да сейчас посидим и пойдем прогуляемся по площади свободы подойдем к озеру лебединому и потом пойдем опять на каскад он как раз сейчас насчет свете ну как же в Ереване без традиционного бокальника арарата коньяка вкусно кофе в одной из самых классных кофе приезжайте в Ереван счет нам принесли на русском очень прикольно вот так что здесь русских любят уважают даже делать все для того чтобы было удобно все коофицианты говорят на русском тебе понравился кофе светятся огоньки ходят люди шум играет музыка это все подход к площади свободы а там находится лебединого озера идем посмотрим на лебединое озеро как вы думаете лебединое потому что там лебеди плавают наверное посмотрим смотри как красиво дай вот на улице октябрь месяц почти что мы ходим в маечках плюс 30 было сейчас плюс 25 вдоль всей площади идут кафешки поэтому вы хотите кушать переходите на площадь свободы с нами проверено цены везде уютные это театр оперы это площадь опера называется вот так вот а я площадь свободы называю а он сцена смотреть она наверно потому что здесь буквально сколько на прошлой неделе праздновали день независимости армении день республики армении а пера флоу очень часто встречаются вокруг русская речь это сегодня мне парень который нас заселял рассказывал что извините я немножко подзабыл потому что летом приходится в основном с англоязычными работать а вот сейчас начнется говорит снег выпадет и приедут ваши крутые ребята на лыжах все вспомнил сразу же что делаешь календра колдуй бабка колдуй дед это как так вызвал воду то тут ведь камень было да ты сделал бах и фонтан начался тут лица дай вот так вот так что с календр и шутки плохи дай тобой хуже да взяла в огонь сделает молодец было бы по больше времени с удовольствием сходили в это театр оперы армяне очень красиво поют сейчас среди них много очень известных песок который гастролирует по всему миру это вот памятника а ванеса то маньяно известный поэт стихи его изучают школах 5 школах здесь очень интересно с первого класса помимо известных нам иностранных языков математики здесь изучать первого класса всех школах шахматы а это вот такая яркая пешеходная зона просто тысяч человек параллельно ходит нас соединяет несколько площадей эту площадь оперы всеми которые находятся там дальше тоже цен может мы по ней чуть попозже пройдем потому что нужно дойти до каскадов там сейчас должно быть вечером тоже очень красивое зрелище тот кафе речь натуральной музыкой живой а вот уже и лебеди на озеро вот это лебединое озеро его кстати сделали 1967 году все советские времена большущие какое на этом месте раньше были дома чем известных людей до лебединое озеро пока лебедей не нашли да давай беги на мостик сейчас пофоткаемся там все побежал мой главный лебедок крыльями своими га 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 эти пять по куче как раз тогда были посажены вот до сих пор растут и украшают здесь озеро а вот мои любимые залезли на этот островок тоже очень живописно смотрится сейчас ночью с подсветкой все пофоткались лебедей-то нашли лебедей только вот наш взрослого трое бегают по острову ты я зашел со своими на остров классно да вот эти плакучие вы я сейчас от зрителям рассказывал что в седьмом году вместе с озером поставили пять штук вот до сих пор они стоят здесь украшают мука ведь я тут найдешь где на школе а вот он на школе о сцена на воде прикинь как тут круто было и так где республики нами или может надо или они собирают сейчас технику это наверно может быть завтра послезавтра все это будет тоже прикольно то есть сцена на воде получается а зрительские места по всему периметру озера как красиво пора уходим театр оперы памятник композитору спендиаряну и выходим обратно сейчас на улицу мимо того же шоколадница чтобы дойти уже до каскада эта площадь служит прям такой активной зоной вечернего гуляния очень много людей вам пожалуйста для деток и для взрослых здесь велосипеды электромобили ходят встречаются большими компаниями экскурсии проводят ну и конечно же вот эти кафе которые включают свою великолепную иллюминацию вечернюю не просто делают это место чудесным его не в армении очень любят джаз вот мы сейчас проходим шоколадницу где вот в москве там в ростове в шоколадницах джаз а здесь вот пожалуйста а это немножко ошибаюсь не совсем джаз это он на скрипке играет он там и на на барабанах на живая музыка кафешки детскими площадками наши дети сразу сюда сюда но мы-то хотим дойти до каскада ну себе пометочку сделали может быть сюда вернемся сейчас памятник открыт в 2008 году американскому писателю с армянскими корнями саро я ну рядом с ним как раз эта прикольная детская площадка располагается куда наши дети просились а кстати за забором видим это как аттракцион как и во всех больших городах первые этажи домов заняты магазинами продающим разную элитную продукцию одежду ювелирка где-то встречаются аптеки но практически совсем нет в центрах городов супермаркетов даже маленьких с продуктами здесь как и у нас в принципе в ростове тоже супермаркетов особо нет по большой садовой в москве их сильно не встретишь а в основе здесь можно всегда найти в талине жажды со своей рекламой лезет эти фонтанчики подожди как вот так это работает нам кстати сказали что из крана воду можно тоже пить она хорошая я себе вот такое развлечение сейчас на вечер взял пока идем до каскаду это кстати не духи вот что вы боитесь попросили у гугла дойти до каскада он нас вывел куда-то сюда сейчас посмотрим а да вот и все мы на месте ну вот наверх поднимаешься любуешься только мы тут к нему не пройдем да может быть мы уже готовы были проникнуть на каскад через обрыв пролезть по строительной лестнице но добрые люди нам подсказали что нужно немножко вниз спуститься вон там там направо и выйдем к основанию каскада вот наконец-то мы нашли тропинку каскаду прям к нему вплотную вот жилые дома люди живут а здесь вот каскад каскад это архитектурное осторожение которое строилось уже давным-давно но реальное свое продолжение оно вот в 2000 годах его уже здесь застроили и поставили здесь вот этих скульптур а то некоторые из них оригинальные известных современных архитекторов стоят очень больших денег некоторые просто копии таких же из других больших городов но место очень знаковое и любой справочник откроете вы увидите что первое достопримечательность Альмении и Ирвана это каскад вот тут кафе проходим какое интересное светлое разноцветное каскад балкон под каскадом находится большая площадь вдоль которой в огромном количестве разные симпатичные кафешки здесь можно провести но целый вечер просто при огромном удовольствии и поехав и попив и понаблюдав за множеством туристов которые здесь ходят ну а если силы останутся подняться по лестнице понаблюдать за веревальным сверху попробуем это сейчас сделать каскад это не просто ступеньки это внутри полость в нем здание находится с музеем можно подняться на лифтах на фуникулёрах так и сделаем и спустимся пешком здесь фонтаны били каждая часть каскада она знаменует что-то связанное с историей Армении и Ирвана вот эти вот орнаменты исторические начиная от древнего княжества Рарту здесь шаржа советскими временами а вот это вообще мои археологи ходят что-то ищут разноцветные фигурки светящиеся людей которые наблюдают за нами за туристами вот тоже непонятно вертящаяся конструкция ну все это дает такую неповторимую атмосферу этому месту которое влюбляет всех приехавших в Армению что такое что тут тебе а мозги ты думаешь это это мозг касказа да он сказал что эту скульптуру делал маньяк почему объясни почему здесь мозги а перепад высот составляет 100 метров между вот этой вот аллеей 200 метровой длины рядом с которой кафешки располагаются и вершиной с которой можно увидеть весь Ереван сегодня вечерний не недалеко мы же к родиной матери ходили здесь здесь так же даже меньше я уже устал что ты чем старше тем усталее становишься вроде на матерь бегом забегал прошли еще один этап тут тоже уже фонтанчики бассейны не бьют но уже новые какие-то орнаменты тоже из истории из искусств из культуры древней современной Армении и еще один этап прошли здесь мы уже видим птицу символ Коля а что за птица? жар птица так это павлин твой вариант Коля павлин так твой вариант жар птица а на самом деле это голубь символ Армении а внутри ух ты внутри какой музей интересный машины какие-то крутые стоят здесь открыто он ходит ездит там фуникулера давайте зайдем ну давай попробуем с 8 до 20 он не работает там видимо только спускаются уже сотрудники ну попробуй все значит нужно до 20 красоте а вот этому мы вчера радовались красоте вот этой в Тбилиси до этого в Ростове у нас также башня светится красота и в Ереване украсили красивыми огоньками вот наверху мы нашли фигуры гимнастов акробатов ловцов прыгающих в воду о прикольно вообще во время это прыгун в воду во время своего движения вниз видишь перевороты делает Ник только не повторяй бассейн мелкий а вон дальше еще ныряльщики смотри пловец а это вот ныряльщик который поймал черепаху черепашка да поползла по стене слушай тут самое интересное пока а то там орнаменты непонятные были она что ядовитая что ли? она кости у нее зубы есть а вон там смотри морской конек садко на таком скакал в царстве морском они знают что такое кто такое садко дядя горячее сердце дошли мы до самой верхотуры где огороженные еще собираются проводить дальнейшие работы а вот отсюда такой прекрасный вид на Ереван оттуда мы спускались там где-то наш отель светится живет радуется столица прекрасной Армении очень тут красиво вот такой вот он ночной Ереван ну как впечатление? класс как на ладони весь Ереван да? спускаемся вниз теперь посмотрим что там внизу да и в кафе пошли и в кафе пошли до свидания Ереванский голуб идем вниз а это композиция рыбок оказывается символизирует смотри типа рыбки плавают похоже вот так вот посмотреть он как будто глазки рыбые и силуэты да оригинально ну все равно ну все равно мы не узнаем что хотел художник показать этим своим искусством но мы уже спустились на площадь прикольное кафе балкон каскад здесь вот если арендовать столик прямо на балконе только для двоих небольшой столик очень романтичный симпатичный и под этим столиком получается вся движуха на площади перед каскадом спустились к нижним скульптурам они тут еще более интересные Ника что это за существо ты знаешь? знаю какая чупакабра 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 который вон какой-то бриллиантик поймала пытается заглотать кто будет? куриный корочок кто будет? а это видишь косули перепрыгивают нет это не косули а кто это? олени? олеги что с кошечкой сделать? а что там с кошечкой не так? кошечка напили жирный кот какой-то там первый кот кстати встреченный нами за два дня в Грузии и Армении в основном собаки везде в Армении собак еще не видели опа ах какая женщина какая женщина мне б такую дети обнаружили что она не просто голая она еще и курит это образец красоты древнего племени какого-нибудь в Полинезии лет так 300 назад вот это женщина голая курящая а вот каскад вот на него мы подымались такой вот он снизу красивый светящийся ночью о па 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 вот что это такое это чья то нога да выпрыгивает из стены человек без лица но с полом Дошли до перекрестка Дальше тоже аллея идет С этими оригинальными скульптурами И вот где-то слева либо справа Наверное сейчас найдем себе место Чтобы еще разок Второй раз В Ереване покушать Памятник любви Сейчас мы сделаем здесь фото Никого я нашел, Коля Я нашел друга Твоей тети Угадайте где он Вот он Красивый, мускулистый мужчина Рядом со скульптурой любви Располагается рыцарь любви Как мы смайлики сделаем? Смайлики сделаем И прям непонятные Но за счет этого оригинальные Интересные, вызывающие много вопросов Фигурки Вот этот заяц зачем-то через колокол прыгает Причем заяц с явной фигурой Не то женщины, не то мужчины атлета Надеюсь, что мне будет больше таких культур непросимых Каких? Таких Да? Мне не нравится Ну это символизирует сытое время Когда люди полные Хорошие Не стесняющиеся своей полноты Это чудо-архитекторная мысль Было придумано Александром Томаняном Выдающимся советским архитектором Памятник которому теперь стоит здесь И украшает Аллею Перед Каскадом Перешли мы дорогу И здесь вот такие фонтанчики милые Кайф Причем не бьют Ничего тут не пугает музыкой Просто украшают Идущий по воде Еще фигурки, смотрите Человек без рук, который идет по кругу Видимо символизирует То, как часто попадают люди в такие ситуации Когда идут Нету ни входа, ни выхода Все равно приходится ходить Как белка в колесе крутится А здесь наоборот Наверное покажет Как постепенно Трудно, но Ледит и ледит вверх Чтобы не быть Как белка в колесе Вот эта женщина, видимо, символизирует свободу А это площадь Площадь Франции Правда, это не женщина? А, это Мартирос Сарьян Ой Я немножко ошибся Ты был прав Пешеходная зона Это современный Центр города Вот все эти вот здания Подстроены совершенно недавно Последние лет 15, наверное Самые дорогие офисные центры здесь А вот мы сейчас идем Под нами сейчас находятся Кстати, женщина поет Вот, а под нами находятся Тоже там кафе всякие Тут вот лифты Вон туда спускаются Ташир стрит Улица Ташир Вот тут вот под землей Находится целая торговая аллея Вот мы сверху водим, гуляем Кафе, а там находятся Всякие бутики Такая движуха Так все светится Высоконародище Ходишь только Головой крутишь Так все интересно Необычно Решили вечером на ужине Подегустировать напитки Вот это вот Шелковица Это кизил Водка из шелковицы И кизила Фруктовые Жене Сухое вино Принесли Ну и заказали Шашлык говяжий И баранин Хотели еще лопатку Барашкину Большую На всех четверих Но она закончилась Не хуже Детки уже у нас все Уснули Это уличное кафе Прям вот на этой вот Пешеходной улице По которой мы Позаходили Спасибо Вот пиво армянское Женя сегодня пробовал Барит очень вкусное Начнем дегустацию Шелковицы На нашу поездку Сюда В Армении Блин Вкусная такая Вообще Знаешь Легко так пьется Мне сложно В это поверить Это у меня кизил Да Кислинка Стандартная закуска На столе Это Сыр Баранин Коровий И зелень А кто баранин Вот этот Я попробовал Хоть ничего А этот Мне зашлифовать принесли Принесли шашлык Теперь дегустация Состорон Женьки Очень мягкая Вообще Это просто божественно Сравни с обедем Обалдеть Вкусно? Очень вкусно Надо попробовать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому